Всем привет! Я начала записывать видео вчера и сегодня и не упомянула совсем про ваши комментарии, которые были совершенно очаровательны. Все до одного комментарии. Ну, может быть, еще какой-то и залетит, не очень приятный. Ну, огромное вам спасибо за такие положительные, приятные комментарии под видео про наряды, где я меряю, где показываю вам свои обновки. Спасибо из глубины души, из моего сердца, потому что сложновато это делать. У меня нет студии, как-то все не приспособлено. Ну, ничего, раз людям нравится, значит, и мне нравится. Спасибо еще раз. Это я сейчас делаю в видео маленькую вставочку. Сегодня воскресенье, я пришла из сада, вообще убитая опять в усмерть. Ну, и покажу, что вот эти два дня мы делали. Сейчас загружу субботнее видео, а потом загружу воскресное, и вы увидите. Это уже будет не модные наряды и покупки, и покупочки, а это уже будет работа в саду, убитые ногти, ссадины, царапины, которые я вам не показываю, но они присутствуют. Я всяк, как будто по мне трак, грузовик проехала. Прям очень-очень уставшая, лежу под теплым пледиком. Марк мне налил бокал вот такого хорошего белого вина, и я отдыхаю. Вот, маникюр опять уже надо делать, но это жизнь, это жизнь, это жизнь. Все, как есть в жизни, так я вам и показываю. День наряжаюсь, показываю наряды, на следующий день я залезаю в грядки, делаю работу, которую я себе спланировала делать, и так я живу. Вот так. Я не ханжа, поэтому я не боюсь показать себя без макияжа, я не боюсь сказать, что я могу выпить бокал вина, я не боюсь показать, что я залезаю в грядки, делаю работу сама, а у нас, а не сапожник, сапожник, садовник делает эту работу. Ну все, я долго вас занимать не буду, потому что мы сейчас отдыхаем, время пятый час. Марк смотрит футбол, слушаем такую хорошую музыку, приятную. Я все время смотрю в окошко на этот сад, который преображается с каждым днем после тяжелой работы. И оставляю вам время для прекрасного просмотра природы и сада, тем, кто любит природу и сад. Но вот в жизни все так чередуется, и сад, и мода, и кулинария, жизнь и жизнь, она у всех одинакова. И я рада, что так в моей жизни происходит. Я очень люблю и кулинарии, и сад, и наряды, и бижутерию, и природу, и нормальных, адекватных людей. Поэтому спасибо большое еще раз за ваши комментарии. Наслаждайтесь теперь в этом видео природы. Пока! Так, с добрым солнечным субботним утром. У нас день сегодня обещает быть наипрекраснейшим. И завтра. С утра я пока в кожаной куртке. Потому что еще так прохладненько. Но вчера уже тоже было тепло. И у нас сегодня работы в саду. Поэтому я настолько меня это воодушевляет и возбуждает, что я даже не могу завтракать. Мне Марк с утра сделал кофе. Я его выпила. А есть даже не могу. Я уже быстрее-быстрее оделась. И вышла вот на улицу, чтобы начать работы в саду. Девчонки, ну я не знаю, когда вот так чего-то хочется. Сами знаете, делать, что еда не идет в горло. Когда так дурака валяешь, и настроения нет, лежишь перед телевизором, сами знаете, отсюда и все обжорки. Хотя у кого-то, может, наоборот. Ну вот напишите, когда вы стрессуете, вы больше едите или меньше. Потому что некоторые, когда стрессуют, едят больше. Так, ну будем надеяться, что Марк мне сегодня поможет. В том, что я его попрошу мне сделать. А может и нет. Потому что у него-то стресс. Он уже с утра съездил. Он говорит, я поеду, прокачусь по окрестностям. И его, конечно, работы в саду не возбуждают. У него сегодня стрижка газона. И ему надо попилить немножко. Еще вот этой машинкой, которая пилит, измельчает кору. Люди уже вон гуляют. Но у нас в саду, работа в саду. Ну, потом покажу, как все получилось. Так, мы сейчас прогуляемся. Мы приехали вот на каноэ в этот заповедник. Какие-то истории здесь написаны про аборигенов. В общем, вот направо написано, что это прогулочная дорожка. А налево, там где были вот каноэ, ланч и плейграунд для детей. Сегодня в ушах нет музыки. Ой, мы наработались в саду, вернее, я. Он мне, Марк, покастил траву. А я делала все остальное. Так, маску с лица снимаю. Нафиг. И пришла, приняла душ. Чуть живая иду. Так одел. Ну, спортивный. Так, костюм. Он говорит, так, давай поедем прогульнемся. Где переодевайся. Я говорю, ты че, чуть я буду переодеваться. Он говорит, а ты че так пойдешь, как это, ну, по-английски боган это называется. Боган как. Бродяга, что ли. Ну, бомжатник. Я говорю, ты с каких пор модный такой стал? Раньше внимания не обращал на всех. И сам одевался. Че попало. Ну, как майку. Ну, австралийцы так. Он говорит, да это я модный с тобой когда. Вот, стоп. Игра модный. Говорю, мне пофиг. Сейчас на машине доехали. Вот здесь пройдемся. Ага. Парк Варандайт. Варандайт. Стейт парк. Так, с собакой нельзя. Палатку стоять нельзя. Костры разводить нельзя. На велосипеде нельзя. Вот такие ворота здесь. Через загон. Так, здесь какая-то гре... А, ну, вот эта речка-то, наверное. Ну, как же, не, наверное, а точно. Так, здесь волн почему-то нет. А откуда же они так сильно текли? Наверное, это вот приток какой-то. Или отток. Так, на полу, смотрите. Вот так сеточки покрыты, чтобы не скользили ножки. Ой, как хорошо, что мы сюда пришли. Я такие одел старенькие. Хорошо эти кроссовчики такие для сада. Вот они как раз мне здесь хорошо. Ой, я хоть немножечко так прогульнусь. Ой, как сильно. Как хорошо здесь. Ага, вот здесь это Шустрая речка. Вот она. Угу. Welcome to Варандайт Стейт Парк. Парк информации. Ой, как хорошо. Хоть прогульнусь немножечко. Пятую точку разомну. А то, знаете, что-то вот эти дни было так холодно у нас. Сыро. Я прям из дома не выходила. В саду не поработать. И сидела, и сидела, телевизор смотрела. Смотрите, как. Это вот так колит. Видите? Без коры ветка такая упала. О, какие деревья. Метр обхватит точно будет. Полтора почти. Ой, воздух. Ой, как хорошо, что он меня сюда привез. Ой, как хорошо здесь. Ой. Ой, если бы только этот запах. Сейчас ощутили. Ой, почувствовали. Ой, прелесть. Еще было. У нас дождь, дожди. Я же говорю, дожди. Были. Ой, как хорошо, что... Что мы поехали. Я прям пришла домой. Сел на диванчик дома. Ну, все. Столько в саду сегодня передела. Не показала вам, но покажу. Потому что, когда работали, я убираю камеру. Я не могу одной рукой... Работаешь, одной записываешь. Нет. Особенно, когда работаешь. Серьезно, тяжело. А то... Какие? Такие грибочки маленькие. На пеньки. Ой, как хорошо. Хорошо, как хорошо. А здесь покушено. Вот видите? Покушено. И идти, наверное, which way? I don't know. Никаких указателей нет. В какую сторону идти-то? Which way, да? I'm going straight. I'm not going to the diversion off the track. It was. Ну, здесь грандий. Насыпнула. Ну, все. Марк уже остался вон внизу. Говорит, я дальше не пойду. У меня спина болит. Все. Я говорю, да ма... Упс. Говорит, иди одна. Я говорю, нет, как я одна? А я одна не пойду. Я говорю, сядь тогда, сиди на камне, нежди. Как далеко ты пойдешь? Я бы сейчас вот еще ушла. Он вот вообще сдается. Очень быстро. Раз, и все. Спина устала, не работает. Ой, капиталистическое воспитание, конечно. Класс. Чуть не так. Сервис. Я вставший, вставший. Ужасно. Ужасно. Но все равно я бы еще сейчас шла и шла. Чего, мы пять минут. Какие пять минут? Три минуты от машины шли. Здесь вон люди еще уйдут. Парочка минут. Так, Марк остался у меня внизу. Говорит, я не могу. Спина болит. Все болит. Я говорю, ну стой. Я еще пройдусь. Я бы еще, конечно, далеко прошлась. А он ленится. Пенечек, видите, спилили. Вернее, дерево сухое. Говорю, садись на пенек. Меня жди. Ой, как хорошо здесь. Речка вот эта вот. Да, и идти хорошо. Ой, я бы сейчас... Я бы сейчас полчаса точно туда и назад. Но нет, он ленится. Ну все, сейчас вам вот речку покажу красивую. Быстро течет так она. Ой, деревья сухие. И не сухие. Птички. Слышите? Птички разные. Красиво так. Ну все, я назад пошла. Потому что Марк меня ждет. Ничего другого у меня не остается. Такая маленькая... Маленькая-маленькая птичка. Все, улетела. Я, может, знаете, сейчас покажу вам, пройдет, какую работу мы сделали. Мы только что вернулись с этой нашей прогулки. Я сегодня, знаете, что сделала? Шпателем. Прорезала вот везде-везде каждую. Вот эти вот швы между плитами. Вырезала грязь. С сорняками. То, что там росло. Потому что мы купили вот этот вот цемент опять готовый. Марк косил траву. Видите, что наложил здесь кучи. Это он обещал мне завтра измельчить. В общем, я вот с самого верха до самого низа. Вот это вот все швы. Вот там и там и там я все прошлась. Так, под камелию постелила пленку. Специально вот оставила вам показать. Вот между... Ну как, конкретно называем? Цемент, что ли? Вот на расстоянии одного метра, думаю, хватит. И здесь, значит, один метр. И вот такой еще уголочек я сложила. Завтра мы будем, когда измельчать вот эти ветви, мы все это засыпем мульчой. И вот по краю, получается, трава расти не будет. Оттуда будет попадать вода. И там как раз вот это все получается как перегной. Я сгребла все вот от краев. Вот туда под дерево. Это сегодня нам привезли. Да, и вот эти тоже, девчонки, я все-все-все вот этим спачила. И жесткой щеткой вот эти кирпичики. Смотрите, тоже все вычистила. Это нам сегодня привезли. Вот я заказала два мешка грибной компост, два мешка потенмикс. И заказала... В общем, там еще удобрения. Заказала пару растений. С растениями сложно. Растений на сайте нет. Смотрите, Марка покосил траву. Я вот здесь вот эти дорожки. У нас тоже были, знаете, как бы заросшие... Как это называется? Мох. Кое-где моха была от камней. То есть я их сегодня все взрыхлила. Вообще, по идее-то их, наверное, надо вот так вот примять. Потому что это такая дорожка. Здесь камешки были сверху. Вот так. Ее надо всю, наверное, утоптать было. Вот. Потому что я их никогда так не делала. Им сколько лет. Надо, наверное, такую взять плоскую дощечку. И вот так вот все здесь утоптать. Чтобы они, эти камешки, туда приравнялись. Потому что это такая дорожка для ходьбы. Да, так, что ли сказать? Дорожка. Вот видите, мох. Мох. Когда сыр, он начинает расти. Вот когда земля вся. Так, это он сюда насыпал. Я все разровняла. То, что он стриг траву, он насыпал под розы. Я все разровняла. Здесь, боже, здесь я вообще все вот это резала. Вот этим садовым ножом. Вот эти агапаны. Тут все, видите? Такие толстые прям. Столько. Целую мусорную корзину я сегодня нарезала. То есть так хочу, чтобы они остались вдоль забора. А здесь вот эту выложу кирпичиками. И вот то, что кирпичи поломались, я эту выложу в сторону этой стены. Так, смотрите, как роза дает побеги. Вот это... Кламен роза. Как сказать? Плетущийся, что ли, роза. Вот видите, побеги идут вверх. Вот это основная ветка, от нее будут вверх. Так, дальше. Дальше я вам сейчас покажу. Смотрите, вот как агапантусы растут. Видите? Корни прямо такие. Они вверх, вверх и вверх. Таким бугром, бугром, бугром вверх растут. Вот это я все ножом сегодня раз-раз посрезала. Потому что я вот это хочу все прокопать. И посадить сюда азалию красивую. Так, это тоже немножечко надо еще вот туда, в глубину. Посадила агапантусы вот там, где была плешь, сюда. Посадила агапантусы вот там, вдоль забора. Там, где была плешь. Здесь мне Марк немножечко взрыхлил. Но все равно здесь еще, конечно, корней много. И вскапывать надо. Ну вот сюда вот стеночку я выложу. Будет классно. Ну а теперь пошли покажу вам. Вот смотрите, как цветет лаванда. Пчелы. Смотрите, пчелы. Вот эта роза. Вот это кламин, такая же красная роза. Это вот из горшка я вырастила, из маленького отростка. Вот эту розу, вот эту лаванду было в горшке. Я из горшка пересадила сюда. Так, ну и вот, смотрите, отцветает наша красавица. Рододендрум отцветает. Но он у нас останется в памяти и останется в наших видео. И как быстро растут. Вот то, что отцвело, листья упали. А вот этот, смотрите, вот эта веточка с листиками продолжается. То есть вот каждый цветок, это следующий побег. Ну и азалия цветет еще в полном цвету. Вот эта белая наша невеста. Сказочная. Смотрите, какие большие цветы. Я уже показывала, но опять показываю, потому что у нее даже есть такой небольшой аромат. Парфюм небольшой. Ну и это, конечно, красиво. Вот особенно эта ветка. Мне ее надо было, может быть, вот так куда-то воткнуть, чтобы она держалась. Очень красиво. А эта пахнет, нет? Нет, а вот у этой аромата нет. Красавица. Мне, наверное, ей так не нравится. Нет, надо было раньше, а теперь, конечно, нет. Пусть она так вниз опущенная. Так, и эта у нас тоже скоро расцветет. Бутончики она набила, но капризничает. Вообще она, я даже не помню, когда цвела, потихонечку вот начинает расцветать. Ну все, на этом я закончу мой репортаж на сегодня. Работы столько было сегодня сделано. Что? Ну, глаз радует. Так, любите и будьте любимы. Пока. С вами была Марина и мой австралийский сад.